А сейчас пересказ фильма «Последний Парадиза». Приятного просмотра! На итальянской ферме в Оливковых полях дочь местного мэра Бьянка Скетина развлекается с фермером Чичо Парадиза. Их тайный роман становится известным сестре Бьянке Марии. После того, как они провели время вместе, Чичо целует Бьянку и напоминает ей, что позже они встретятся в другом месте. Что касается Марии, то ее заставляют молчать в тряпочку обо всех этих событиях. Есть веская причина, по которой Мария должна молчать, и часть ее заключается в том, что у Чичо уже есть жена по имени Лючи и сын. Пока его мать Нинета готовит хлеб к обеду, она спрашивает у Лючи, где Чичо. Но Лючи ничего не отвечает. Позже отец Бьянки, Кумпа Скетина, и ее брат Козима следят за работой рабочих на его оливковой ферме. Когда дочери приносят ему немного еды, Кумпа велит рабочим передохнуть. А сам посылает в амбар красивую женщину, чтобы она тоже могла отдохнуть. Когда Чичо возвращается домой, он сталкивается с другой своей любовницей, которая обижена на него за то, что он проводит больше времени с дочерью мэра, чем с ней. В свою очередь Чичо небрежно успокаивает ее, прежде чем уйти. Чичо спрашивает Нинету о том, что она думает об их доме. Он открыто выражает недовольство и даже выражает желание уйти. Затем он вспоминает о своем брате, который живет за границей, и о том, что он не пишет им, но мать уверяет его, что они всегда в мыслях его брата. Что касается мэра Кумпы, то он принудительно навязывается женщине, которую отправил в свой сарай, в то время как Мария слышит крики бедняжки. В тот же вечер Чичо находит своего друга Вичинца в баре, и вместе они наблюдают, как Дон Луиджи за небольшие деньги покупает у фермера собранные им оливки. К сожалению, фермер вынужден принять его отвратительно низкое предложение из-за своих финансовых трудностей, и он отправляется домой, потерпев неудачу. Как раз в тот момент, когда другой фермер подходит, чтобы обменять свой урожай на скудное предложение Дона Луиджи, Чичо прерывает их и начинает свой спор. Он унижает Дона Луиджи, заявляя, что купит урожай всех крестьян за достойную цену, подчеркивая при этом, что с него довольна того, что чужеземцы сосут из них деньги. В ответ на протесты Чичо Дон Луиджи ухмыляется и уходит, оставляя Чичо ночевать у крестьян. Когда Чичо возвращается домой к завтраку, он серьезно обсуждает со своим отцом коррупцию среди землевладельцев. Однако отец сердито говорит ему, чтобы он занимался своими делами, в то время как Лючи вмешивается, чтобы выразить, как она взбешена тем, что Чичо не пришел домой прошлой ночью. Чичо просто уходит из-за стола, а его жена разражается тирадой о его неверности. Позже он встречается с Бьянкой на их тайном свидании. Под романтическую французскую музыку, звучащую из патефона, Чичо рассказывает ей о том, как он хочет уехать с ней далеко-далеко. Они страстно целуются под большим оливковым деревом и медленно танцуют под музыку. Кумпа и бригадир слушают жалобы Дона Луиджи на Чичо. Он подпитывает самолюбие мэра, напоминая ему, что тот контролирует большинство здешних владений, что делает его главным. И тогда Кумпа решительно заявляет Дону Луиджи, что он позаботится о восстании крестьян. После отъезда Дона Луиджи Кумпа просит бригадира привезти нескольких крестьян, а сам займется Чичо. Ночью Чичо вызывают, и его приятели поднимают шум у дома Кумпы. Он заверяет их, что разберется с этим, и с этими словами входит в поместье, пока его товарищи ждут его снаружи. Войдя внутрь, Кумпа просит Бьянку принести ему выпить. Затем он спрашивает, знает ли Чичо его дочь, и Бьянка инстинктивно отрицает знакомство. Мэр продолжает рассказывать о своих отношениях с семьей Чичо, объясняя, что Ченс был ему как брат. Кумпа даже знает деда Чичо, который переехал за границу, чтобы жить с гораздо более молодой женщиной. Затем он переходит к делу и пересказывает, как Чичо унизил Дона Луиджи. Не успокоившись, он дерзко отвечает, что он нажил свое богатство, покупая их товары по дешевке и зарабатывая в три раза больше, чем крестьяне, которые посвятили урожай свою кровь. Чичо продолжает говорить, что, как и его отец, он никогда не уступит и будет вести войну против любого, кто встанет на его пути. В высказывании Чичо встречаются смехом Кумпы, и он хвалит его за уверенность, пожимая ему руку. Когда Козимо выводит Чичо на улицу, Кумпа молча наблюдает, как он и его друзья уходят. Позже той же ночью двое крестьян притворяются, что добираются автостопом на машине Дона Луиджи, но избивают его до полусмерти и оставляют без сознания на улице. Наступает утро, и избитый Дон Луиджи подает жалобу в полицию. Ночью Чичо пробирается в комнату Бьянки, чтобы ее разбудить. Они молча обходят поместье, пока не приходят в сарай Кумпы. Там Чичо признается ей в своей любви, поглаживая ее лицо. Бьянка спрашивает, любит ли он Лючию, и хотя Чичо утверждает, что любит, он говорит, что Бьянка другая, она нечто несуществующее. Они превращают сток сена в свое любовное гнездышко и позволяют своим переполненным гормонами телам дрейфовать в блаженстве всю ночь. На следующий день Бьянка рассказывает Марии о своей чудесной ночи с Чичо и признается, что оставила его спать в сарае. Но когда Кумпа поручает Козимо позаботиться о лошадях, Мария вызвалась сопровождать его, чтобы прикрыть Чичо и сестру. Ей удается помешать брату найти Чичо и в конце концов позволить ему уехать. Позже Кумпа беседует с одним из знакомых Чичо о том, что произошло с Доном Луиджи. Он платит ему немного денег, чтобы уладить дело. Когда Чичо и Лючия находятся в церкви, у них происходит серьезный разговор, в ходе которого Лючия обвиняет его в неверности. Он пытается утешить и говорит, что любит ее, но они хотят разного. Через некоторое время он встречается с Бьянкой, которая сообщает ему, что ее отец возможно уже узнал об их отношениях. Чичо утешает и говорит ей, что ему не терпится увидеть ее в красивом платье. Он вручает Бьянке письмо и просит его прочитать. Чичо планирует завтра передать его ее отцу, чтобы они могли отправиться в гости к его брату за границу и продолжить свой роман. Позже Козима подтверждает подозрение отца, рассказав ему, что Бьянка встречалась с Чичо, чем приводит его в ярость. Он сразу же спрашивает Марию о местонахождении ее сестры, и она тут же лжет. Когда появляется Бьянка, Кумпа отчитывает обеих дочерей, с досадой заявляя, что вырастил Лгунью и Бродяжку. Но Бьянку не смущают резкие слова отца, и она раздевается перед ним. Она смело спрашивает его, почему он не выглядит так, будто ему нравится это зрелище, ведь она точно знает, что ему доставляет удовольствие заставлять 15-летних подростков раздеваться в сарае. Кумпа отворачивается от обнаженной дочери, оставляя Марию прикрывать тело Бьянки и ее уводит. Позже той же ночью Чичо гладит волосы своей спящей жены и смотрит на сына. После этого он сидит на лестничной площадке своего дома, размышляя над подготовленным письмом. На следующий день Чичо встречает Кумпу одного на ферме, чтобы передать ему письмо. Кумпа говорит, что ему понадобится день, чтобы закончить прочтение. После чего он берет Чичо с собой для осмотра своих владений. Похваляясь тем, как богаты его владения несмотря на жару, мэр начинает копать землю лопатой и приглашает Чичо осмотреть почву. Чичо следует его примеру, но внезапно Кумпа несколько раз ударяет его по голове, после чего его кастрируют. Вскоре горожане и семья Чичо находят его тело выставленным на городской площади. Все скорбят о потере храброго человека, который сражался за них. В другом месте усатой рабочей по имени Антонио вызван своим управляющим, чтобы сообщить ему о смерти брата. Антонио брат-близнец Чичо и их лица похожи друг на друга. Тем временем полиция арестовывает фермеров, связанных с Чичо, оставляя их семьям лишь наблюдать за тем, как их увозят. Спустя несколько дней Антонио приезжает в свой родной город. Он сразу же утешает свою мать и сестру Мариэлу, которая рассказывает ему о том, как Кумпа убил Чичо и как они хотят уехать из города. Антонио обнимает Лючию и пока семья готовится к похоронной службе. Антонио проводит минуту в одиночестве, глядя на тело брата. Бьянка пытается отлучиться от семьи, чтобы посмотреть, как Чичо отнесут к месту его последнего упокоения, но Козима пытается ее остановить. Однако Бьянка угрожает его убить, и он ее оставляет. Пока город оплакивает смерть Чичо, Бьянка стоит в стороне скорбя и не имея возможности связаться со своим возлюбленным. На следующий день Антонио приезжает в город и идет в полицейский участок. Он спрашивает о смерти своего брата, но поскольку полицейский не может представить ему нужную информацию, Антонио просто уходит. Снаружи на Антонио огрызается мужчина, заявляя, что его брат находится в тюрьме из-за Чичо. К счастью, там находится Вичинца, и он прогоняет мужчину. Затем Вичинца рассказывает Антонио о жизни своего брата, объясняя, что тот еще при жизни спал со многими женщинами и устраивал беспорядки налево и направо. В доме Парадиза Антонио становится свидетелем того, как Мариэлла кричит на Ценца за то, что тот не противостоит человеку, убившему его собственного сына. В свою очередь Ченц спокойно отвечает, что Чичо совершил ошибку и поплатился за нее. Нинета и Мариэлла остаются подавленными, а Ценц говорит Антонио, что Чичо должен был стать преступником, чтобы противостоять злу. Но поскольку он им не стал, то поплатился за это жизнью. Затем Антонио сообщает ему, что уезжает, и наставляет сына забыть обо всех и обо всем, и никогда не возвращаться. Съездом Антонио наносит визит в семью Скетина, чтобы повидаться с Кумпой. Козима видит его издалека и запирает Бьянку в ее комнате. Мужчины семьи Скетина встречаются лицом к лицу с Антонио. Они оскорбляют его и прогоняют, так как семья Парадиза не приветствуется на их территории. Антонио признается, что знает, что Кумпа убил его брата, но мэр отвечает, что так будет лучше и что его брат заслужил смерть. Антонио отвечает спокойно. Он предупреждает Кумпу, что его жадность станет его гибелью и что есть закон, который всем управляет. Но прежде чем он успевает закончить, Кумпа говорит, что закон у него на ладони. Он предупреждает Антонио уйти, чтобы отец не потерял второго сына, после чего захлопывает перед ним дверь. После того, как Антонио прощается с семьей, Висенца провожает Антонио до автобуса, чтобы тот мог вернуться домой. Однако выясняется, что перед тем, как покинуть дом Скетина, Антонио устроил засаду на Кумпу в его конюшне. В результате засады были убиты Козима и мэр Кумпа. Их окровавленную одежду выставляют на всеобщее обозрение в центре города, а Мария в ужасе кричит, обнаружив их тела. Видя, что их брат и отец мертвы, обе сестры в смятении. В течение следующих нескольких дней Бьянка и Мария обращаются за помощью в полицию, но у них нет власти над жителями своего района. В смерти Кумпы нет никакой чести. Его наследие оплевано горожанами, которые отказываются проявить к нему хотя бы каплю сочувствия. Это прямой контраст со смертью самого Чичо, которого оплакивали все в городе. Не имея никого другого, Бьянка просит Дона Луиджи о помощи в уходе за фермами ее отца. Но Луиджи слишком очарован внешностью Бьянки, чтобы обращать на нее внимание. Он гладит усталое лицо скорбящей женщины. Но когда он пытается овладеть ею, Бьянка берет вилку и протыкает ногу Луиджи, оставляя его в страданиях. Что касается Антонио, то он снова работает за границей, хотя его явно отвлекают, когда он пытается помочь коллеге. Мужчина ранит руку, и Антонио в недоумении смотрит на кровь на земле. Вернувшись домой, Бьянка работает на ферме, но увидев особое дерево, она начинает томиться от тоски по Чичо. Она вспоминает их первую встречу, когда она сидела под тем же деревом со своей сестрой. Она обратилась к нему за помощью после укуса змеи, и Чичо велел ей закрыть глаза, пока он будет высасывать яд. Но вместо того, чтобы сделать это, он поцеловал ее, а затем убежал. В настоящем Антонио встречается со своей возлюбленной, которая с радостью показывает ему квартиру, купленную для них ее отцом. Но несмотря на прекрасные новости, он постоянно чувствует себя в растерянности после возвращения из родного города. Кает позже Антонио встречается со своим боссом, который, как оказалось, тоже является его будущим тестем. Он говорит Антонио взять перерыв в работе. Он также подчеркивает, что помимо того, что Антонио является важной фигурой в компании, он теперь член его семьи, поэтому он должен заботиться о его дочери. Ночью Антонио отправляет письмо Бьянке, но когда она получает его через несколько дней, то просто прячет его под ящик стола, не читая его содержание. На следующий день Антонио заходит в бар, чтобы выпить немного пива. Он прогуливается по порту, глядя на бескрайний океан и размышляя над принятым им важным решением. Антонио оставил письмо своей возлюбленной, и она плачет, читая его. В письме сообщается, что он покидает ее, чтобы вернуться домой к своим корням. В конце концов Антонио приезжает в город, к удивлению его матери. Позже он посещает дом Скетина и спрашивает Марию о ее сестре. Она проводит его внутрь поместья и разрешает подождать Бьянку. Там Антонио видит фотографию красивой женщины, и Мария представляет ее как свою покойную мать. Ошеломленный, Антонио поспешно выходит из дома и направляется прямо к отцу, который занимается хозяйством. Антонио сразу же спрашивает о фотографии в доме Скетина, которая до жути похожа на ту, что он видел в бумажнике Центса много лет назад. Наконец Центс открывает темную правду о своей семье и семье Скетина. Он признается, что Мария его незаконно рожденная дочь, родившаяся от романа, который у него был с матриархом Скетина. В слезах Центс признается, что Нинета знала об этой связи, но держала ее в секрете. Что касается матери Бьянки и Марии, то она покончила с собой. Тем временем Бьянка наконец читает письмо Антонио, пока Антонио бреет дома усы, оставляя свою мать в слезах. Позже Бьянка застает Антонио в городе, но удивляется, когда он оборачивается и выглядит в точности, как его брат Чичо. Она спрашивает его о письме, которое он послал, и Антонио спокойно подходит к Бьянке и шепчет ей на ухо, что хочет жениться на ней прямо сейчас. Он просит ее закрыть глаза, и Бьянка подчиняется. Когда она снова открывает их, на нее сыплются лепестки цветов, а на ней платье, которое Чичо обещал ей на день свадьбы. Горожане собираются вокруг них. Отец Чичо берет за руку Бьянку и ведет ее в церковь вместе с семьей Парадиза. В конце концов Антонио принимает свое возмездие и живет той жизнью, которой жил его погибший брат, как голос надежды горожан и как возлюбленной Бьянке. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться и ставить лайк.